Доброе утро! Мы рады вновь приветствовать всех, кто к нам только что присоединился Утренний Экспресс на ваших экранах. Ну что же, прямо сейчас мы поговорим об очередном плоде, ягоде, очень интересное. И, конечно же, во всем нам поможет разобраться наш эксперт, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета Михаил Юрьевич Карпухин. Доброе утро! Доброе утро! Михаил Юрьевич, прежде всего, перед тем, как мы перейдем к сливе, да, сегодня будем разговаривать о сливе, мы хотим задать вам вопрос от нашего телезрителя, который нам пришел. Он спрашивает, у нас у помидоров желтый плотный верх. От чего? Будет еще фотография. Желтый плотный верх. Вот, есть фотография на экране. Так. Да, видно, что... Вы знаете, вообще есть несколько причин, конечно, вот такого, но самая главная причина, это, как правило, недостаток калия. В почве, да. Почему? Потому что вот такая созреваемость томаты, и когда вот это вот жертые, мы называем желтые плечики, да, у томата вот такие, это как раз недостатка калия. То есть надо обязательно подкормить калийными удобрениями. Это может быть сульфат калия. Если удобрения человек не применяет и работает по экологическому земледелию, то это может быть раствор золы, то есть это где-то три стакана золы, да, размешать на 10 литров воды и пролить. И тогда уже созреваемость будет гораздо лучше, и вот это пятно практически исчезнет. Да, это зависит от этого. Ну и вторая причина, это иногда и особенности сорта, то есть небольшое такое плечико желтенькое, да, может быть. Омбре такое. Совершенно верно, бывает еще и особенности сорта. Ну и бывает третья причина, это когда мы из года в год берем семена вот от этого томата, да, затем постепенно он вырождается, этот сорт, да, и тоже такой признак может быть. Но основная причина, повторюсь, это недостаток калия. В общем, все за калием. Ура! Подкармливайте ваше растение, и все будет хорошо. Ну давайте перейдем к сливе. Сегодня она у нас на повестке дня. Насколько это вообще прихотливое растение? Давайте с этого начнем. Ну вообще, действительно, за сливой надо ухаживать, да, почему? Потому что, во-первых, она дает поросль, да, нужно вовремя ее убирать, да, нужно обязательно делать обрезку, омолаживающую, да, и такую. Самое главное в нашей почвенно-климатической зоне, как раз вот зоне тайги, да, где у нас достаточно большие снежные покровы, да, вот чтобы она не выпривала, нужно обязательно делать определенные приемы зимой, например, да, и уже под весну, так скажем, уже начало марта, например, да, когда делаем, вот с осени лучше всего сделать и воткнуть такие колы острые, да, прямо около самой сливы. И потом весной их выдергивают для того, чтобы холодный воздух начал проникать, да, вот именно до почвы, чтобы растение не подопривало. Сколько у него кольев надо использовать? Ну, два-три вокруг дерева, да. А на глубину на какую? На любую, лишь бы этот кол был в земле, да. Самое главное, чтобы воздух потом проходил как раз в начале весны. Ну, а сейчас, конечно, идут, видите, сбор плодов. Мы сейчас обязательно попробуем, но вот слива же, я как раз хочу просто уточнить, какая это, слива же бывает разная. Она не все ест. Она подходит какая-то для того, чтобы наслаждаться вкусом, а какую-то лучше выращивать для заготовок как раз-таки, да. Вот у нас сегодня здесь какая слива? Вот это вообще для свежего потребления. То есть это вот прям берешь и ешь? У нее нет никакой, да, она совершенно сладкая, да, то есть у нее такой сладкий, приятный вкус. Это правда. Да? Да, 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 вот попробуйте. Очень вкусно. Да, это очень сладко, вкусно, и причем не уступает по вкусу южным сортам. Даже люди без жбов съедят. У нее какой-то такой персиковый вкус, такой яркий, насыщенный. Да, вот эта косточковая культура, такой интересный вкус, да, причем никакой кислоты совершенно нет, да, то есть это именно сладкое. Сладкое, сладкие плоды. Поэтому надо вот сейчас собирать плоды. Она даже рвется, ой, вообще. Да, видите, какая мякоть внутри. Побежала, побежала. Да. Мне еще одно. Что касается ухода сейчас, да, мы все видели, что сейчас была жара, да, не хватало влаги, и многие садоводы в этом году жалуются, что очень сильно она осыпается. Действительно, если не хватка влаги, нужно обязательно поливать. Почему? Потому что осыпание плодов как раз это вот этот признак. Ну и вообще у сливы интересное свойство, она может дозариваться. То есть если даже вы увидели, допустим, от ветра опали, да, вот эти вот сейчас немножко недозревшие, может, с одной стороны плоды, их нужно просто сложить в темное место, да, и они прекрасно дозарятся в течение 3-5 дней и будут иметь тот же вкус и аромат, как и созревшие на дереве. Да, то есть вот это свойство дозаривания, сливы присущие, да, ну и понятно, что сейчас, когда после сбора плодов, необходимо обязательно будет обработать бордовской смесью вот эти деревья, да, для того, чтобы убить все грибные заболевания. Ну и непосредственно взять и подкормить фосфорно-калийные удобрения для вызревания древесины. Ну, пока у Ани занят рот, я бы хотел спросить дереву. Вот мы раз уж про подкормку сегодня заговорили, нужна какая-то дополнительная подкормка? Да, да, вот сейчас как раз фосфорно-калийные удобрения, это двойной суперфосфат, сульфат калия, да, для того, чтобы она хорошо себя чувствовала, а главное, вызревала древесина, да, чтобы она хорошо перезимовывала. А какие болезни чаще всего сливы поражают? Вы знаете, болезней достаточно много, это различные пятнистости, да, то есть это и гниль плодов может быть и так далее, то есть здесь разные, в основном это грибная природа, поэтому, почему я говорю, что что вишню, что сливу мы обрабатываем обязательно бордовской смесью, которая содержит медь, да, вообще любой медь содержащий препарат, может бордовская смесь, может быть хом, оксихом, да, любые препараты, которые содержат медь, потому что медь для грибов это яд, да, и поэтому мы просто убиваем эту грибную инфекцию, и растение здоровое уходит в зиму, это самое главное. Вот как раз-таки про здоровье только уже человека хотелось бы поговорить, мы всегда с вами разговариваем о пользе того или иного овоща или фрукта, вот слива, чем она богата, кому она может быть показана, по каким-то заболеваниям или другим причинам? Вы знаете, вообще слива, это кладезь витаминов, да, это витамин С, это витамин ПП, да, и нужно понимать, что слива, она еще и разжижает кровь, да, она улучшает пищеварение, да, то есть это достаточно полезная ягода, которую обязательно нужно иметь в своем саду. Сколько их можно в день есть? В такой тарелочке. Ты уже сейчас доешь уже, мне кажется. Я уже отвлекаю ваше внимание, как могу. Да, свежие плоды можно неограниченно кушать, но все равно во всяком случае стараться, конечно, сильно не переедать, потому что это может вызвать, значит, определенные последствия. Да, далеко не убегайте. Лучше, если у вас свободный выходной день, тогда можно. Есть ли у вас любимый рецепт для заготовок сливы? Да, я делаю компоты. Компоты. Вот компот. Самое-самое лучшее, да, это изготовление компотов из сливы, которые потом зимой можно прекрасно пить и наслаждаясь вот этим вкусом, который вот вы сейчас наслаждаетесь, да, я считаю, что очень здорово. Я насладилась. А с кем вот может соседствовать слива на огородном, на участке? Вы знаете, ей главный освещенный хороший участок, она соседствует, в принципе, со всеми деревьями, единственное, что если дерево, оно достаточно большое, разрастается, да, то есть, поэтому нужно обязательно делать хорошее расстояние, допустим, 2,5 метра друг от друга, да, для того, чтобы не загущать посадки. А так она, в принципе, мирится со всеми. И с картофелем, и с яблоней, и с такими чувствами. Ничего страшного нет, да, то есть, она может спокойно растерять. Главное, колья и воздух. Да, для того, чтобы она не подопревала. Вот это главная причина иногда гибели сливы в нашей почве экономической зоны. Михаил Юрьевич, спасибо вам большое. Спасибо за то, что накормили, как всегда. Очень, очень вкусная слива. Я наслаждалась. Спасибо еще раз огромное. Спасибо вам. Я напоминаю, что у нас в студии был Михаил Юрьевич Карпухин, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета.